Всем привет! Сегодня на уроке у нас пример из партии Тейлор Менчик, 1933 год, Гастинс. Итак, белая пешка может пройти ферзи, ладья мешать ей не может, она связана. Если черный кролик начинает ходить, валится ладья. Вроде бы, если отходит конь, то кроль д6 связка станет ходить бесполезно. У черных позиция крайне грустная, но ваша задача не только вывод из этой позиции, но еще и выиграть партию. Поэтому жмем на паузу, думаем, проверяем, подписаны ли мы на канал, поставили ли мы на лайк, сделали ли мы колокольчик. И после этого только мы готовы с вами осверять решение. Итак, белые здесь гибнут, гибнут после хода конь д2. Разящая идея, конь c4, давайте смотреть внимательно. На король д6 усиление связки, конь c4 неожиданно вообще является матом. Ну а если белый король, например, в мат попадать не хочет, например, сыгранный король d4, ну тогда просто конь c4 и неожиданно закончились поля у белого ферзя. Ферзь b6 это конь b6, ну а там две легкие фигуры уж там пешку точно остановят. Ферзь 7 коваль c7, f6, слон e6, там полный порядок. Оставайтесь с нами на одной волне и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.